МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На данный момент вы можете сказать, что это правительство, его состав кадровый, который уже известен и уже опубликован, мы можем эти кандидатуры рассматривать, не кандидатуры, а уже состоявшиеся министры, и премьер-министр Гройсман. Вы можете сказать, что этот Кабмин будет совсем другим от того Кабмина, который был до этого Кабмин Яценюка? Нет, это нельзя сказать, потому что 8 человек из второго Кабмина попали. Вот поэтому вряд ли. Тут, скорее всего, было противоречие между двумя силами, это блок Петра Порошенко и Народный фронт. Ну и, в общем-то, некоторые изменения в пользу блока Петра Порошенко. Просто он усилил свою позицию, он поставил своего премьера и увеличил гораздо квоту в правительстве. Если раньше было 9 человек по квоте БПП, а теперь 14 человек. Ну, на одного человека увеличил квоту Народный фронт. Было 5, сейчас 6 человек. Другое дело, что, понимаете, в том правительстве Юценюка 11 человек были беспартийными. Ну, то есть, они шли по квотам, но они шли как специалисты, их предложили, понимаете. Сейчас такого нет. Вот сейчас я посмотрел, только, в общем-то, один беспартийный, и тот представитель, это Кастион, представитель, ну, Гройсмана, бывший заместитель Винницкого городского головы. Вот поэтому я не думаю, что состав, и тем более, что специалистов всех убрали, помните, специалисты Яреско, Абрам Мавичус, Виташвили, их нету, я не знаю. То есть, вы хотите сказать, что сейчас вот название министерства и люди, которые назначаются руководителями этих министерств, они не согласованы? Нет, они согласованы. Наоборот, понимаете, раньше больше было беспартийных. То есть, беспартийные, которые шли по квоте, но они были беспартийные. Они же предлагались как специалисты, прежде всего. А сейчас более... Я имею в виду название министерства и человек-специалист. Сейчас больше не специалистов в Кабмине или сейчас, ну, я посмотрел, вы знаете, чтобы... Я имею в виду не согласование между партиями, вы поняли, да? Да, да, да. Чтобы крупных специалистов каких-то, ну, вот люди, которые добились каких-то результатов, да, там, ну, я их просто вот это не вижу, понимаете. Ну, ваше мнение. Мне кажется, что, во-первых, у этого правительства будет меньше информационных поводов. Мы меньше о нем будем говорить. По какой причине? По той простой причине, что каких-то там сверхреформ от этого правительства не стоит ждать. То есть, Иценюк, его правительство, он прямо говорил, что они, в общем-то, камикадзе. В общем-то, так оно и получилось. Новое правительство, в большей степени люди, которые, то, о чем мы сейчас говорили, они меньше профессионалы, как мне кажется, они больше люди, которые выгодны кому-то. А кому-то, я думаю, в общем-то... Они больше политизированы. Конечно, конечно. Вот с точки зрения профессионализма, то многие политологи, многие социологи отмечают, что профессионализма в этом правительстве будет меньше. Но зато людей, которые заинтересованы или в президенте, или в премьер-министре, их будет больше. Поэтому я говорю, что мне кажется, основной упор все равно будет сделан не на внутренней политике президента, а на внешней политике. То есть, он создал под себя, как мне кажется, определенное правительство, которое вряд ли будет давать ему какие-то эмоционные поводы, ссоры, как это было с Иценюком. И мое мнение, что все это... И соперничество. Соперничество, абсолютно. Что в большей степени... И включается теперь. Мне кажется, да. Что в большей степени президент будет заниматься внешней политикой. Но это лично мое мнение. Вот то, что я вижу по составу правительства. Мы уже говорили о том, что Игорь Усман взял и своих людей с Винницы. То есть, это люди, определенная команда. Три человека чисто с Винницы. Это два бывших заместителя Винницкого городского головы. И один, это министр Саенко, министр Кобета министров. Это помощник, консультант народного депутата, бывшего Гройсмана. Поэтому Гройсман и настаивал. То есть, сначала он говорил, что я отказываюсь. Три квоты получил правительство. В общем-то, он настаивал на своем. Нет. Там в чем было дело. Президент хотел сделать первым вице-премьером Ковальчука, заместителя главы администрации. А Гройсман не хотел, видно, понимал, что будет жесткий прессинг. Ну, они, значит, там поторговались. И президент уступил. Вместо Ковальчука он назначил Кубева. Ну, представителя президента в парламенте бывшего. Ну, вот и такой члендж произошел. Уже какие-то конфликты были. Но если проводить аналогии с другими странами, там все-таки назначаются руководители министерства, люди, которые по специальности, именно специалисты в том деле, по тому профилю, по которому идет министерство или нет? Ну, знаете, не всегда, не всегда. Потому что министры – это политические руководители. А там есть аппарат, а вот в аппарат входят уже профессионалы. Ну, как в Германии, в каждом министерстве есть статс-секретарь. То есть, руководитель министерства может быть и политик, а в команде у него специалист. А вот реализация, подготовка документов для принятия решения – это уже делает профессиональный аппарат, который, в общем-то, стабильный, он не меняется в связи с изменением состава партийности правительства и так далее. Ну, главное – быть хорошим менеджером. Если ты даже в этой сфере не сведущ, но ты приходишь, ты можешь организовать работу, то, мне кажется, можно добиться определенных успехов. Поэтому в этом плане здесь необязательно, что профессионал, министр, в общем-то, таких случаев очень много, даже назначения прокурора Луценкой. Как бы тоже специалисты говорят о том, что мы не хотим видеть человека без юридического образования. А как оно будет, мы посмотрим. В общем, мы знаем, чего не ждать на данный момент от правительства, от конфликтов с президентом, а чего ждать от сотрудничества правительства с Верховной Радой. Будет ли ситуация, когда правительство подает законы, а Верховная Рада просто не принимает? Это зависит от тех группировок, которые есть в Верховной Раде, понимаете. Будут, конечно, прежде всего тоже лоббировать свои интересы, и от этого, как будет правительство учитывать интересы, и будет зависеть и, в общем-то, ход голосования. Но коалиция вот эта, которая сейчас на данный момент сформировала это правительство, она способна принимать и дальше все решения, которые будет предлагать этот Кабмин в этом составе? Ну, я думаю, что будет способна. Без договоров с другими. Сама, конечно, сейчас коалиция очень маленькая, всего лишь 227 депутатов, это больше, чем это требуется. Но дело в том, что очень большая масса еще нефракционных депутатов, которые могут поддерживать эти правительства, потом эти депутатские группы, не считаются фракциями, тоже будут голосовать. То есть, я думаю, что возможно, что будет более-менее стабильно. Численность коалиции, конечно, пугает. Плюс один, но очень-очень мало. То есть, в любой момент может распасться, да? Но то, что отмечают и многие политологи, что почему так долго формировалось правительство? Дело в том, что мы вернулись в времена прошлого, речь идет о кулуарных каких-то договоренностях. Сплывает уже такое слово, как тушкин, то есть люди, чтобы привлечь его в коалицию. Поэтому мне кажется, что все-таки эти две партии, блок Петра Порошенко и Народный фронт, смогут при определенных условиях договориться даже с теми же мажоритарщиками или внефракционными. 42 человека внефракционных, поэтому от большого... Да-да-да. Каких-то проблем, таких глобальных конфликтов между, например, коалицией и другими партиями, мне кажется, не будет. Но опять же, зная, что в парламенте есть такой великий человек, как Юлия Владимировна Тимошенко, например, можно ожидать всякого. Тимошенко уже заявила о том, что она хочет... Быть в оппозиции. Нет, по поводу подать в Конституционный суд жалобу о том, что по поводу формирования этой коалиции. Что-то она уже увидела незаконным. Поэтому знаю Юлию Владимировну, тем более политик, который чувствует, что ее рейтинг повышается, что, в общем-то, нужно действительно как-то использовать. Для того, чтобы она подала... Суд Конституционный, ну, это 45 подписей, только 45 подписей. А у нее 19 только членов ее фракции, понимаешь? Поэтому еще надо набрать очень. Ну, все равно же это информационный такой повод, что Тимошенко подала жалобы в Конституционный суд. А так, я думаю, справится, наверное. Сейчас, по-моему, две силы... Так есть оппозиция сейчас в Верховной Раде или нет? Ну, во-первых, оппозиционный блок, он в оппозиции находится. Во-вторых, я так понял, что Тимошенко тоже уходит в оппозицию. Почему? Вы знаете, вот исследования социологические показывают, что сейчас вот растет рейтинг именно, значит, блок оппозиционного и, значит, Батьковщины. Поэтому вот этим двум силам очень выгодно провести выборы. Ну, досрочные выборы, потому что сейчас... То есть им выгоден распад коалиции. Распад коалиции вообще, чтобы была распущена Верховная Рада, ну, не будет коалиции, через месяц президент может распустить Верховную Раду. Может, но может и не распустить. Может и не распустить, а тогда что? Вот, ну, короче говоря, им сейчас выгодно проведение выборов. Но это совсем не выгодно Народному фронту, он не пройдет, если сейчас будут выборы. Это не выгодно блоку Петра Порошенко, потому что он потеряет где-то больше половины депутатского корпуса. Поэтому выгоднее договориться, договорной такой состав правительства. Ну, еще в чем проблема. Дело в том, что вот если сейчас придут выборы, то они придут по старому закону, а по старому закону это смешанная система. И 225 депутатов будут избираться опять в округах. Только вот эти депутаты, которые избраны в округах, сейчас тоже не хотят выборов. Во-первых, это дорого. Ну, это вот расходы, если средние, да, которые, это несколько миллионов долларов должен потратить, чтобы пройти. Вот, поэтому они хотят, и потом нет гарантии, что они пройдут. Поэтому вот эта масса, ну, половина Верховной Рады, которая избрана была в мажоритетных округах, она тоже не будет. Она, вот поэтому и переходят вот эти внефраканские депутаты в эти фракции, да, чтобы не было, даже, может, им не нравится этот блок Петра Порошенко, но чтобы не было выборов досрочных, да, вот они, значит, наполняют. И я считаю, что вот это как раз и будет, так сказать, стабилизировать эту коалицию. Даже если кто-то выйдет, один-два, то сразу же доберут там еще двух из этих. Еще до этого говорилось, что Кабмин новый, если он будет сформирован, он будет обречен, по сути, быть только до осени. Потому что, ну, так политическая ситуация сложилась на данный момент, что ни один Кабмин, который сейчас мог бы появиться, он дольше, чем до осени, не продержится. Вы согласны с этим мнением или нет? Ну, это, вы знаете, это, как говорится, проблематично. А почему до осени? Вот, я понимаю, что вот, в чем у нас сейчас проблема? В том, что возрастают тарифы на коммунальные услуги, а зарплата не повышается. Даже в некоторых, так сказать, аспектах она понижается. Вот нам, например, сейчас вдвое сократили надбавки, которые платили, ну, вот в нашем ВУЗе, да, за ученую степень, за ученое звание, даже за трудовой стаж. Вот, и, конечно, это вызывает недовольство. Вот, ну, сможет это преодолеть недовольство? Дело в том, что вот это повышение тарифов, да, ну, даже не повышение тарифов, а Международный фонд требует, чтобы вот все эти электроэнергия, газ по себестоимости отпускались к населению. И, с другой стороны, что пока не погашены вот эти кредиты нефтегаза и так далее, не повышать зарплату, там, пенсии, пособия и так далее. Вот тут возникает проблема, понимаете? Как доказать, что сейчас вот в этих условиях нельзя не повышать, потому что, ну, люди уже на грани существования, да, у многих не хватает. Ну, от этого правительства, как вы думаете, что стоит ожидать дальнейшего курса вот по этим требованиям МВФ или нет? Дело в том, что, с другой стороны, с другой стороны, мы не можем сейчас вот, ну, как говорится, обходиться без этих вливаний, да. И вот это ухудшение ситуации, которое произошло в начале года, было с чем связано? С правительственным кризисом, да, который начался после заявления про Мавчуса, и когда МВФ задержал нам очередной транш. И поставил условия. И поставил условия, да. Поэтому, понимаете, как... Пока не сформируете новое правительство, и не исполните все требования. Да, 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 и все требования, вот, ну, а требования, я же говорил, чтобы, значит, ликвидировать долги вот этих предприятий, вот, а это требует повышения, собственно, коммунальных платежей. И пока мы с ними ликвидированы долги, вы не повышаете зарплаты, значит, там, пенсии, социальные пособия. Вот эти... Стоит ли от этого правительства ожидать повышения зарплат пенсии и пособия или повышения тарифов в вашем деле? Ну, я на секунду немножко назад вернусь. Во-первых, действительно, в коалиции те две политические силы, которым не выгодны перевыборы. И имея определенный административный ресурс, я думаю, каждый сможет ответить на вопрос, будут ли у нас перевыборы или нет. Что касается осени, то я думаю, это правительство продержится и до осени, и даже дольше намного. Причина начинается лето, платежки по теплу будет намного меньше, поэтому, да, люди недовольны. Но, мне кажется, осенью 100%, до осени это правительство доживет. Ну, и опять же, надо учитывать тот факт, что на Востоке идет, в принципе, гибридная война, и тяжело как бы всем. Поэтому каких-то там, я говорю, сверхреформ, например, ожидать от этого правительства не приходится. Нет, имеется улучшение доброго, да, населения, пока местные. Было сказано о повышении, да, с 1 мая прожиточного уровня, да. Сказать, что вот пришло это правительство, и оно такое доброе, и всем сейчас повысить там зарплаты в 3-4-5 раз, это все популизм, и этого не будет. В правительстве люди, тот же Гройсман, я думаю, человек, который думающий, и вообще-то он понимает, что популистскими какими-то лозунгами, чтобы ради того, чтобы завоевать доверие избирателей, я думаю, не будет кидаться. Поэтому все будет идти как бы по накатной, без каких-то таких резких изменений. Интересно, что Гройсман заявил, что он будет просить у фонда международного, у западных кредиторов то, чтобы нам разрешили повышать, потому что это их требование, да, чтобы отменили это требование, не повышайте, значит, зарплату и все. Но насколько удастся, ну, Яройска пыталась это решить, вот она тем более близко, да, к этим кругам, она в Америке, собственно, родилась, но что-то не получилось. А получится ли у Гройсмана, ну, большая проблема. Но программа действий какая-то есть, известно вам? Вы знаете, вроде бы что-то не приняли, но пока я вот, ну, пока не нашел в интернете, что не приняли. Ну, вчера только правительство, программа. Ну, если даже есть, скорее всего, просто декларация какая-то есть, потому что программа – это серьезная вещь, на ней надо работать, вот, и ни один день работать, поэтому, как такого, я считаю, программы пока нету. Ну, декларация есть, да, какие-то вот намерения, то-то, то-то сделать, тут исправить и так далее. А вы читаете, есть ли программа, намечается ли она у этого правительства? Ну, что-то, какие-то системы изменений, я думаю, тоже мы ожидать здесь бессмысленно, поэтому, правильно, какой-то в интернете тоже я смотрел, не видел какой-то четкой программы правительства Гройсмана, было его выступление там в Верховном Совете, но это какие-то основные такие тезисные моменты по поводу дальнейшего развития страны, его идея о том, что он сможет показать жителям Украины, как нужно править этой страной, то есть, наверное, в голове что-то есть пока, но с точки зрения документальной мы пока не можем, например… Нет, ну, самое главное, что вот если стратегически, то ничего принципального нового нету, фактически положилась та же стратегия, только, ну, может быть, несколько будет меняться тактика, да, и то, это должно быть согласовано вот именно с западными структурами, которые нас сейчас финансируют. Тактика в том плане, что будет меньше пиара, или в каком плане тактика? Нет, ну, тактика, понимаете, вот сейчас, ну, то, что не нравится, вот мне особенно, то, что заморозили, да, зарплаты, пособия, ну, вот эти субсидии, но субсидии – это тоже не рыночная вещь, понимаете, во-первых, огромная пора тратиться деньги, во-вторых, опять-таки перераспределения происходят, и там вот, возможно, теневые схемы, вот это я бы убрал бы, честно говоря, отдавал наличкой, потому что это… Ну, в чем поменяется тактика этого правительства, как вы считаете, чему больше будет уделяться внимания – имиджу правительства и премьер-министра или другим каким-то вещам? Тяжелый вопрос. Ну, вот как показывал тот же Гройсман себя в Верховной Раде, например, можно ли ожидать, что так же он будет выглядеть и премьер-министром? Ну, опять же, здесь вопросы среди политологов – кто такой Гройсман? В том плане, он марианетка Порошенко или нет? Сначала все, естественно, считали, что человек Порошенко, – но когда вдруг Гройсман сказал о том, что он не будет премьер-министром и поставил какие-то условия определенные по назначениям, многие политологи стали говорить, что это самостательная личность, которая действительно придет и что-то изменит. Я вот читал про Гройсмана, соглашаться нет, не знаю, но многие хвалят и говорят, что вот жилка реформаторская у него есть. Поэтому то, что он сделал как бы в Виннице, и то, что он был при первом правительстве Цуника, тоже проводил определенные реформы, я соглашусь, что, например, я верю в этого человека. Ну, наверное, просто устал не верить, но то, что это человек, который наделен реформаторской какой-то жилкой, дает нам шанс на то, что действительно реформы какие-то будут вестись, но, естественно, без каких-то там пиар-проектов о том, что мы сделаем то-то, мы сделаем то-то. Хотелось бы, чтобы это было то, что и планировали правительства технократа, но вряд ли такое произошло, но, по крайней мере, по премьер-министру. Наоборот, еще хуже стало. Старое правительство, второе Цуника, было более технократическое, чем это. Конец 100%, но здесь как фактор личности. Вот как Владимир Гройсман, как он себя в принципе рождается политический лидер со своей какой-то уже стратегией политической. Я думаю, Гройсман к таким людям относится. И я не думаю, что он будет, например, как человек-порошенко, поэтому он будет тише воды, ниже травы. Мне кажется, что Гройсман должен себя проявить для того, чтобы показать обществу. Действительно, если о нем говорят, какой он реформатор, то мне кажется, что он и должен показать. Александр, ваше мнение, как вы считаете, проявит ли себя Гройсман как независимый? Ошибка от Цуника была в том, что он не хотел ссориться с президентом. Он закрывал глаза, потому что реформирование прокуратуры – это, в общем-то, и компетенция премьера, и правительство – это больше президента. Опять-таки, судебная власть – это тоже от президента. Но он как-то не хотел ссориться, соглашался. Потом назначение губернаторов там тоже, ведь по конституции глава администрации областной, начается, с подачи. А у нас раз сменили, например, Балуту на Райнина, непонятно почему, ничего не обосновано, а потом поняли, почему. Потому что Райнин, он, значит, вошел в блок Петра Порошенко, да, а Балута был связан с Дородным фронтом, вот для того. Вот не хотел. Вот не знаю, сможет ли Гройсман, да, вот в каких-то вопросах специальных давить на президента, вот, чтобы реформы проводились. Потому что у нас говорят, да, у нас пришла смена власти. Извините, власть государственная состоит из трех ветвей. Да, у нас поменялась законодательная власть. Исполнительная сначала, потом законодательная, а судебная? А судебная власть, эта структура осталась прежним. И вот она и тормозит все эти реформы, вот даже аппараты, да. Вот у нас, вот, про Бивак Витошвили, он пришел в Министерство здравоохранения, которое коррумпировано насквозь. И он ничего не смог сделать, понимаете. Потому что там такие вот откаты за закупку лекарств были. Ну, не знаю, то есть там надо уже... Да, и когда вот пытаются снять какого-то чиновника, то он подает в суд, а суд говорит, нет, не имеешь права, значит, пусть он работает, и все. Вот судебная власть сейчас тормозит, тормозит все эти реформы, все эти, в общем-то, процессы, да. Получается, что мы с... борьба с системой, она практически невозможна. То есть мы пытаемся, но вот за эти годы очень тяжело. Поэтому сможет ли Гроссман и будет ли он бороться с системой? Ну, вот я ставлю на вопрос. Петр Порошенко сказал, что он ждет от нового правительства, цитирую того же, что и все общество, рост экономики, благосостояние людей от стратегии выживания, вполне оправданной в предыдущие два года, следует переходить к стратегии ускоренного развития. Вот такие слова услышали на путь. Ну, хорошие попуристские слова. Последнее решение правительства Цинюка было снижение аж в этом году, да, давление на бизнес. Тут нет про коррупцию, нет про борьбу с системой, как вы сказали. Да. То есть вот даже решение последнее, да, которое было принято в конце прошлого года, Цинюка, да, снижение вот этого давления на бизнес налогового, то оно должно способствовать активизации предпринимательства, деятельности, всего. Ну, посмотрим. Он много заложил хорошего. Вы знаете, вот сейчас огульно ругают Цинюка. Ну, вот это правительство Цинюка, оно правильно сказал Дима, что это было правительство Камикадзе. Оно пришло, когда вообще у нас истощился полностью золотовалютный резерв Украины. У нас в 2010 году было 34 миллиарда резерв. К концу, вот правительство Азарова, знаете, сколько осталось? Семь там с небольшим миллиардов. То есть, истощение этого резерва шло где-то больше 6 миллиардов в год. То есть, на год остался запас. Представляете? А тут еще война, потеря 25% экономики, потом, значит, долги большие и внутренние, и внешние. Вот. И я посмотрел динамику. Вы знаете, значит, резерв увеличился почти два раза за один год, где-то до 13 миллиардов зашел. Вот, долги стали уменьшаться, пошел процесс. И сейчас вот какой-то небольшой рост экономики. То есть, задел уже сделан. Но, вы знаете, правительство реформаторов долго не живут. Вот в Польше, да? В Польше правительство Мазовецкое, первое некоммунистическое правительство, провело такие прекрасные реформы. Сколько оно продержалось? Один год и четыре месяца. Оно немножко... Цироич, лидер реформ, дольше немножко продержался. Он еще во втором правительстве был, где-то там больше двух лет. То же самое в Румынии. Правительство Романа, Петру Романа, значит, всего лишь год и 10 месяцев. Ну, вот. Два года продержался, Цинюк сделал. Мавр сделал свое дело. Может уходить. Но слова президента... Ну, было странно, если бы он что-то сказал другое, естественно. Но политологи все равно прочитали, что это повышение тарифов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все с точностью практически наоборот. Все равно проблемы в экономической сфере. И говорить о том, что действительно новое правительство сможет решить эти проблемы, без решения проблем конфликта на Востоке, мне кажется, это невозможно. Это настолько взаимосвязанные вещи, пока мы не решим действительно проблемы на Востоке в гибридной войне с Россией. О каком-то росте экономики, мне кажется, говорить, в общем-то... Нет, ну, тенденция пошла. А коммуникация резкого не будет. Инвестиций никаких, тем более референдум в Голландии показал, что действительно европейцы боятся, не боятся, но, в общем-то, все, что у нас происходит, относится с недоверием к Украине. Поэтому, а где же там инвестиции? Но там больше они не столько по поводу Украины, конечно, вы сказали. Ну, якобы против Европы, да. Все специфично, но, в общем-то, мне кажется... Ну, сама вот эта коммуникация с Евросоюзом при новом этом правительстве, она улучшится или, наоборот, ухудшится, как вы считаете? Ну, я считаю, что... Или останется на том же уровне? Это больше зависит не от нас, мы будем ситуацию улучшить, это будет зависеть от позиции именно стран, которые являются членами Европейского Союза. Дело в том, что в многих странах скоро будут выборы, и вы знаете, там усиливается такая, как бы, волна, радикальная волна, да, и тоже усиливается поддержка партии, которые симпатизируют Путину и так далее. Вот это будет зависеть от той ситуации в Европе, политической, да, вот этих выборов последних. Это она финансово как-то усиливается, или каким... Ну, это поддержка, откуда она появляется, за счет чего? Нет, ну, партии поддерживают, да, Россия, но это мелкие партии, но она появляется поддержкой из-за того же очарования, да, вот наплыв мигрантов, люди недовольны этим, поэтому они... То есть недовольство людей используют для того, чтобы... Ну, и, конечно, там Россия, там каналы же российские эти работают, Russia Today, вот, и тоже влияют. Ну, у нас уже, там, Министерство информации, только они там пытались, что такой вот канал, который на Запад, ну, я не знаю, его фиктивность как-то будет. Да, пожалуйста, вы как думаете, улучшится ли коммуникация с Евросоюзом? Ну, мне кажется, останутся на таком же уровне, по той простой причине, что хотим и того не хотим, но Европе мы, в общем-то, и нужны. И, в общем-то, по большому счету, раз, скажем так, есть страны, которые лоббируют нас, страны Прибалтики, Польша, мне кажется, вот благодаря этим странам, в общем-то, проблема Украины, она и не сойдет на нет. Поэтому, мне кажется, что отношения останутся на таком же уровне. Опять же, с другой стороны, понятно, что Европа и США требуют, чтобы борьба с коррупцией велась, то есть есть какие-то определенные требования. Поэтому тоже все зависит, в принципе, от нас. Если действительно опять ничего не будет показано, и вот, как уже Александр рассказал по поводу судебной ветки власти, если такой же балл, то останется. И прокуратура тоже сама. Да, да, да. Тогда, конечно, Европа может нам сказать, ауфидерзейн, он на немецком языке, ну да. Германия, Меркель. Но, с другой стороны, я думаю, не прощай, Европа нам не скажет. Мы им нужны, как, в принципе, и они нам. Ну, в принципе, Запад, у нас не... Как минимум, стратегически. Конечно, конечно. Запад не откажется от нас, потому что он не даст нам уйти, чтобы Путин захватил, или чтобы тут пришли к власти такие пророссийские силы туда, потому что это очень сильно усилит Россию. А поскольку сейчас Россия все больше и больше, так сказать, побеждает антизападная риторика, да, вот это, собственно, уже чуть ли не фашистская идеология, то, конечно, они будут помогать. Здесь вопрос уже геополитики. В принципе, выгодное наше положение графическое. Мы нужны Европе, поэтому сказать, что все отношения на нет, я думаю... То есть, поддержка будет, только... Такого невозможно. Уровень поддержки будет, прежде всего, от нас зависеть, уровень поддержки. То есть, чем лучше мы будем вести, чем быстрее решать наши проблемы, особенно борьба с коррупцией, прозрачные экономические отношения, тем будет большая поддержка. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях были Александр Романюк, доктор политических наук, и Дмитрий Коротков, политолог, кандидат политических наук. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok